КОНЕЦ 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 Ну и камень. Чего как? Как картина? А-а-а! Ну, на ворот. Что? Нравится? Ну, вообще. А это кто на великих, а? Что, не узнали? Нет. Правда, не узнали. Ну, а если подумать, немножко. А зачем думать? Еще слова устали. И все-таки всмотритесь, а? Ну, я прошу вас, смотрите. Ну, этот, что ли, который 70 лет в рояле полежал? В каком рояле? Ну, вы-то какой, в пирамиде, что ли? Он самый. Узнали, наконец. Ну. А на кой он вам-то, а? В каком смысле накроем? Ну, а кой вы его рисуете? Ну, просто так захотелось. Может, толкнется по выгляде, а? Ха-ха-ха. Да? Я пишу не для этого. Да? А для чего? Увидим. Чего увидим-то? Увидим, что вы. Увидим, что вы. Ну, а это там кто, в дверь стоит? Опять не узнали. Ты не, ну там же не он, там же бабка какая-то. Так, и кто она? Чего ты ко мне привязала сюда? Я тут культуры. Да это же вы. У-у-у-у. А ты шутник, художник. Ха-ха-ха. Это правда вы. Ты что, с ума сошел? То есть я на нее похожа? А вы представьте. Эй, а что представьте? Что там в дверях стоите вы. А-а-а, и чего будет? Ну, давай, а? Давай, сыграем в такую игру. Как будто она, это вы. А зачем? Ну, соглашайтесь. Соглашайтесь. Вы же ничего не теряете. Ладно, попробуй, что ли, а? Ну, давай. Ну, уж ты без этого. Ну, не волнуйтесь, все будет в полном порядке. А, классно. Ну, что я делаю? Ты ладно? Так, встаньте там в дверях. Там? Угу. Видишь, что ли? Так. Ну, так что будет, художник? Ну, а что будет? Посмотрим. Ситуация сама вам подскажет. Итак. Идите домой. Мне стыдно. Мне стыдно. Вам было велено идти домой. Мне очень стыдно. Ну, я думаю, явиться на урок неподготовленный. Мне стыдно за вас. Что? И при этом ей еще стыдно за меня? Да, да, именно за вас. Нет, я ее по головке должен был погладить. Такого я от вас не ожидал. Или направить на конкурс. Международный. Как я ожидал. За ее фальшивые ноты. Между прочим, с женщинами так не обращаются. А на уроке вы для меня не женщина, а ученица. И делать вам никаких поблажек я не намерен. А я не виноват. Нет, ну, разумеется. Разумеется, во всем виноват я. Я же правда не виновата. Что? За два месяца моя ученица не смогла выучить элементарную вещь. Шупейн, не элементарная вещь. Я уж не говорю по нивансу, окраска. Какая легкость и поэтичность. Какая тут кружевная вязь, когда она даже нот не знает. Даже нот. Шупейн, далеко не элементарная вещь. Наверное, я просто никуда не годный преподаватель. Наверное, пора выходить на пенсию. Пора. А я не виноват. Ну, это я уже слышал. И вообще мы уже все выяснили. У меня больше нет сомнений. Я вынужден от вас отказаться. Мэтр, ну... Ну, это же просто нечестно. Допускаю. Допускаю, что в какой-то степени это может быть и так. Но поступить иначе я не могу. Не знаю, не знаю. Пусть вас попробует кто-нибудь другой, а? Может быть, это будет человек более строгий, более требовательный, более жесткий, даже жестокий. Вы не жестоки, да? Может быть, это ваш поступок, правда, не жестокий. Иной подход, не знаю. Что бы вы ни говорили, я буду продолжать заниматься только у вас. Не знаю. А вы меня слышите? Я буду заниматься только у вас. Что? Ну, вы же прекрасно все слышали, и нечего переспрашивать. Дядя, а что значит буду? Буду? Буду, это значит буду. Да нет, этот разговор бесполезен, я уже все решил. А я тоже решила. Только вы решили одно, а я совершенно другое, и мое решение тоже окончательно. Ну, это я в самом деле не виновата. Я каждый день занималась по три часа, ну просто такие минуты, понимаете? Нет, ну все же напоминает пословицу о плохом танцовке. А потому что с такими минутами, с такими минутами, ну просто невозможно ничего сыграть. А почему вы не любите? А почему вы не любите? Почему вы не любите? Я же вам верю, я вам верю, мэтр. Да неужели вы не видите, что у вас на нотоносце вместо нот ползают муравьи? Ну и что вы еще придумаете, а? Что еще подскажет вам ваша необузданная фантазия? Встаньте, подойдите и посмотрите. Самые натуральные, рыжие, дымовые муравьи. Между прочим, камбали так и остались. Они никуда не собираются уползать. Вы не на меня, вы на Пюпитр взгляните и на Пюпитр. А что вы на него смотрели? Я на него уже полвека смотрю. А вы взгляните, как следует. И никаких муравьев там отродясь не было. Мэтр, они же маленькие, их же отсюда не видно. Встаньте, подойдите и посмотрите. И примите успокоительное, а потом полежите. Укройтесь потеплением, одеялом. Можно с головой. Вот же они. Я бы, между прочим, взяла в руки, да только боюсь укусит. А муравьиная кислота, если попадет на кожу, то будут ожоги. Я сказал, идите. Так, мэтр, вы, значит, их в самом деле не видите? Не вижу. А вы просто не хотите видеть, не хотите и все. Да ничего объяснять вам не собираюсь. Идите. Смотрите. Смотрите. Я же даже могу высочетать. На левой странице. Раз, два, три, целых шестнадцать муравьев. На левой странице финал вальса Шопена. Сис моль опус шестьдесят четыре номер два. На правой только один муравей. Переполз, наверное. Куда перейдался? С левой направо. Что с левой направо? Я говорю, муравей перейдался с левой страницы. На правой. Ну, тесному, наверное, стал муравейник. Вот он и переполз. А на правой странице вообще ничего нет. Да, ничего, кроме моей пометы. Эта страница предпоследний этап. Ничего нет. Хватит надо мной издеваться, а? Ну, все. Идите. Я же самая главная. Я же сегодня по дороге зашла к вам на уроки. Зашла в актипу. Продавщита прикрепляла мне удивительно эффективные средства от этих самых муравьев. И ее винует. Она говорит, положите, как рукой снимет. У меня дома их просто... Я купила, потому что у меня их много дома. Просто тьмы, тьмы, тьмы. Но мы с вами поделимся. Их здесь хватит. И вам, и мне. Потому что дома у меня их просто тьмы. У кого тьмы? Какого? Ну, вае, конечно. Я же вам полчаса расслабила. А зачем? Зачем вы мне все это рассказываете? De minimum non curat praetor. Что, что? Латинская пословица означает, претор, пусть ты камень не занимается. А-а-а. Это значит, я пустяк, да? Это значит, я пустяк! Послушайте! Да вы, в самом деле, по-моему, заболели, а? У вас, наверное, что-то с психикой. Значит так. Что бы вы ни говорили. А я буду продолжать стоять. На своем, на вашем муравьице, на нотоносце, вместо финала вальса Шопена, СИС-0, опыт 64-02, ползают рыжие дымовые муравьи. Муравьи! 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 Муравь! Муравь! А поскольку я и вычиневый ученый, я не знаю, сыграть, естественно, не смогла. Ну, Господи, ну что же здесь удивительное? Муравь! Муравь! Ну, кому пирогательство, медицины? Муравь! 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 Я никогда не могла подумать. Я никогда не могла подумать, чтобы оказываться просто трус! Да-да. То, что вы боитесь взглянуть правде в глаза. Чего тут правде? В какие глаза? От такой! От такой! Развели здесь у себя, понимаешь, антисанитарные обстоятельства. У вас же условия совершенно неподходящие для занятий. Муравьи, еще что, у вас здесь мужики-вошики-полки? Да у меня чистота вам и не сняла! Муравьи-то же не рояль заболзли! Убирает, все моим это, блестит! А ноты, между прочим, не моя ваша! У меня, между прочим, шофе. А я говорю ваши! Но сегодня, сегодня вы принесли ноты из вашего дома! Из вашего, а не из моего! И сами только что признались, что вас их тьмыть, тьмыть, тьмыть! Ведь вы сами, черт знает, кого развели у себя! А потом, понимаете, претензии какие-то? Нет, а? Уж женщина называется! Ну, хорошо. Допустим. Нет, не допустимо, а точно из вашего. Ну, допустим, что Муравьев к вам в дом принесла именно я. Да, вдобавок ко всем вашим достоинствам. Достоинства, мама! Ну, ну, знаете, что мне нравится. А давайте послали. Лучше не будем. Снимайся. И так, а здесь. Я радуюсь. Я готова признать, что Муравьев был, по-видимому, в самом деле, в виде тела. А я признаю, что у меня инструменты, а просто нет рядом с букетом, а в буфете печенье, варенье, а... Они их, наверное, очень любят. Готовы? Свою очень. Должны признать, что урок не получился не из-за того, что я, как вы, изменить выразиться, явилась совершенно неподготовленной. А потому что, ну, совсем не было видно. Сплошные мания. У кого никакого должны передо мной извиниться. Да-да, за свое крайне некорректное поведение. За вашу грубость и бездавность. И с вами... Могли бы продолжить... Могли бы продолжить... Ведь у нас не только что... Могли бы продолжить... Никогда. Что? Никогда. Не будете извиняться. Никогда. Я не знаю, Мэтт. У вас идет такая слава, у вас такая блестящая репутация, я просто никогда не предполагаю. Вот именно никогда! Когда? Что именно вы можете так себя вести? Я все рассказал. А тогда я просто не уйду. Ну, пожалуйста, вы должны мне пообещать, что мы с вами будем продолжать. Ну, хорошо, пусть не сяло, не пусть. Мы с вами, в самом деле, потеряли очень много времени, но... Следующий раз. Слушайте, у меня к вам маленькая просьба. Выйдите за дверь, да? И там можете стоять, сколько вашей душе будет угодно. Ну, еще чего. А можно я сяду и буду сидеть? Встаньте, встаньте сейчас. Ну, откажитесь от своих слов, тогда встану. Ни за что. Тогда буду сидеть. Ну, и сидеть. Ну, и буду. Ну, и буду. Сидеть ведь тоже надоест. Никогда. Увидим. Смотрите. Ну, ладно, Мэттер, ну, давайте сам попробуем, а? У меня здесь даже инструкция есть. Ну, смотрите. Инструкция по применению препарата. Лафарэкска, приманки с ювеноидом и его стабилизатором для борьбы с рыжим дымовым муравьем. Мэтер, оказывается, это же фараоны. Это только кажется, что они безобидные гады, а на самом деле фараоны. Принцип метода. Активное вещество. Ювеноид, метоклайн, изоприл 11, метоксей 3,7. Мэттер, Мэттер. Мэттер, какое слово мудрёное. Вы же знаете латынь. А что такое? До, де, ка, ди, е, но, а. Мэттер. До, де, ка. Послушайте, я не желаю слушать ваш бред. Бред не мой. При чем тут я? Ну, я что ли инструкцию придумала, а? Ну, не желаю вас слушать. А это все лахема. Лахема. Какая еще к черту лахема. Мы не изготовитель препарата Лафарэкска, приманки с ювеноидом, у него стабилизатором, феварива с рыжим головым муравьем. Мы на море в фараоне. Вообще-то странно, да? Странно. Вот я, например, всегда думала, что фараоны, они такие огромные. Потому что, когда они умирают, для них строят большущие пирамиды. Большущие-пребольшущие. Странно. Странно. За два месяца, пока я с вами занимался, я ни о чем таком даже не подозревал. Да? А чем вы ее подозреваете? Фараоны могут быть маленькими фараончиками. Да нет. На ваших, мягко говоря, отклонениях от нормы. keys Знаете, что убрали? Куда ты можешь сама убрали на мою роботу? Куда вы знали, что это одна отклонение, думаете, казалась ли? Одud демонстрируешь сразу. 低, медитой должен… Да нет. Все. Как жаль, что наша надежда в жизни обычно не сбывается, правда, мэтр? Вам, наверное, тоже очень жаль, вы меня сейчас, пожалуйста, не перебиваете. Я вам сейчас скажу что-то очень важное. Когда я пришла впервые к вам вот сюда, в этот классный урок, вы тут, пожалуйста, не обижайтесь, я увидела вас и поняла, что вот, наконец, человек, который может научить меня не только этюдам и дамам, вы добрый, у вас есть что-то отцовское, вы добрый, но справедливый, спокойный, мудрый, да, мэтр, ну... Как интересно. Да, мэтр, потому что в жизни всегда хочется верить во что-то хорошее, вы ведь, наверное, тоже верите, мэтр, ну вы же верите. Очень интересно. На черта вам не интересно. Ладно, вы сами очень скоро пожалеете о том, что так со мной обращались, вы пожалеете, но будет поздно. Слушайте, все-таки я это не знаю. А что мне надо? В том, что у вас здесь муравьи есть? Хорошо, нет, я допускаю, что муравьев вам в дом принесла именно я. Но я же готова сделать абсолютно все для того, чтобы их уничтожить, а вы обвиняете мне неизвестно в чем. Придумывайте какие-то мои отклонения, хотя прекрасно знаете, что никаких отклонений у меня никогда не было. Послушайте, из вас сегодня прямо какой-то словесный... поток вливается. Да, а что тут удивительного? На таких-то обстоятельствах... А хотите, я за вас все доскажу? А что доскажу? Все, все, что вы сказали, собираетесь сказать, хотите послушать со стороны весь этот бред, а? Да пусть и не приятно. Мэтр, на ваших нотах ползают муравьи. Что вы, какой ужас, какой кошмар, откуда бы им взяться, а? Да это же вы их с тобой принесли, да, да, признаюсь, Мэтр, Муравьев принесла с собой и я, но вот мы в них изумительно эффективные средства и вина. Я вину. Да, спасибо, спасибо вам большое, а то бы они у меня расползлись по инструменту и расстроили бы рояль, а? А кроме того, придут эти, дорогие ученики, а при попадании на кожу муравьиная кислота вызывает ожоги. И это только на первый взгляд кажется, что укус муравья это так. Ничего страшного, пустяк, но если Муравьев, но тут тьмы, 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 да, да, давайте, давайте ваше средство. Спасибо вам большое, пожалуйста. Я сейчас же, сейчас же им воспользуюсь, разложу фальшиво. Так, да, обо всём поговорили, всё высказали, больше говорить нам не о чем. Спасибо, вставайте, забирайте ваш ювенал и прощайте или, как говорили древние, фальня. В этом вашем муне диалоге вы мне сказали самого главного. Я сказал о том, что вы будете со мной продолжать, больше сказать мне нечего. потому что иначе я просто не уйду. иначе я не уйду. Этот спор бесполезен. Да пошла ты! Ну, пошла. Пошла в омом! Коё-что покрепче. Хам! Вон! 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 Какой я? Старая сила? Нет! Бездорный старая сила! А почему я никого не послушался? Мне предупреждались, чтобы я её не брала! А еще как предупреждали! Говорили, что они просто абсолютно бездарны. А что у неё ещё очень дурной характер! Не послушался, а! Я даже не ошибаюсь! А ведь у меня были другие... Другие, гораздо более способные во всех отношениях ученички, с которыми можно было действительно делать успех, не затрачивая при этом столько усилий. Мои ученицы всегда были самыми хорошими. Всегда проходили на все конкурсы, концерты. Ради них я часто жертвовал всем своим временем, семьей, детьми. Работа, как правило, приносила удовлетворение. Отдача была, особенно, когда я видел, как им аплодировали, как их встречали. Такой. Такой. Я даже не подозревал, что такие бывают. Да, остались! Маня? Маня, что за? Манечка. А ну-ка, вставайте. Что, набили? За навесочку от меня, что ли, занавешиваться встали, а? И все столько сил угробить. И для чего? Для того, чтобы девушку согнать со стула. Вот, оказывается, у профессорова воспитания это какое? Между прочим, она не уступает места, а вы сгоняете. Так, если вы думаете, что вы завалились спать, я уйду, вы глубоко ошибаетесь. Я никуда не уйду пока. Мэтр, я вам колыбельную, чтобы спалось лучше. Сейчас я вас лопарыксом, а? Ой, господи, не буду травить. Сейчас разнется, скажу, что я всех учеников распугала. Ну что вы делаете, господи? Ой, не попробуйте. Так, проведение обработок, вот. Проведение обработок. Значит так, надрезаете пакет, вынимаете один маленький пакетик, чтобы приманка стала доступной. Мороял. Черт, резать нечего. Прикрепляйте лейкопластырем. Лейкопластырем у меня тоже нет, что же делать. Значит так, на 3-5 квадратных метров площади пола должен приходиться один пакетик с репаратом Лафарэкс-К. Почему, собственно, плохо? Если района... Мэтр, вы спите? Господи, скажите, спите. Ну, ну, Лафарэкс! Субтитры создавал DimaTorzok Муравьи очень и очень полезные насекомые. Они ускоряют почвообразовательный процесс, уничтожает вредителей леса и ускоряет процесс разрушения гнилой древесины. Какой тут гнилой древесины? Гнилой вот этой гнилой. Тихо, дорогие. А наоборот, я бы сказала, культивировать. Культивировать. За работу, товарищи! Опа! Эх! Так это что, вы, что ли, сюда занесли, а? Вы признавайте! Вам, наверное, неизвестно, что существует определенное правило. Правило расселения муравьев там. А-а-а! А он думал, что это... Мэтр, так это, между прочим, они виноваты. Они, они, я! Они вам решили, а? То есть строят муравей! О-о-о! Там он натуральный! И при том весьма струбие правило. Слушайте, а вы кто? Главный муравьев, да? Заклинатель-дрессировщик? Никогда не слышала, чтобы муравьев дрессировали. Сураганов слышала, а муравьев... Ну что вы, милая, я поводырь! Ну, поводырь, поводырь, это тот, кто водит. Муравьи, насекомые, теплолюбивые. И предпочитают зелиться в темных местах. Так что для них здесь вполне подходящий клип. Очень подходящий, особенно из-за отсутствия в комнате опы. Так, вот, значит, кому я обязана. Вот из-за кого у меня Шопен не получился. Вот кого я должна благодарить за то, что меня выкинули. Дешевые объяснения, без анализа сути. А кроме того, это насекомые. С чрезвычайно развитым инстинктом общественной жизни. А здесь как раз бывает масса всякого народа. Пусть сплодятся, да? Пусть размножаются. Здорово, браво! Заргут! Вот так! Так, слушайте вы, я не знаю, кто вы такие, а ну-ка быстро слезайте с вами, да? А разве инструмент ваш? Пошли вон! Ну, рояль же не ваш. Ладно! Ну, прости! Ну, прости! Простился! Простился вам такой-то! Да ничего он нам не даст! Он нам покажет, где муравьезущим, как на рояле лежат! Как его ногами так перерзгал! Рояль ничнейшее существует, у нас женщина! А вы на нее все в шестером навалились, да? Тут не только рояль треснет! Неправда! Вы чувствуете, что факт против вас, и потому прибегаете к фокусу чуть-чуть! Простите, а вы, собственно, кто? Его личный секретарь или мечта? А-а-а! Ух! Ну, а куда ни Сует... Ух! 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 Кипятка, я его любимая, я! Любимая? Ушеница! Ах, ученик! Я полагаю, этого ответа вам более, чем достаточно. Ну, если это даже так, то ведете вы себя, скажем так, несколько неадекватно. Я хочу сказать, что класс, то есть помещение не важно. Инструменты, то есть реаль, тоже не важно. А поэтому я не вижу смысла в каких-то императивах, тем более произносимых в той категорической форме. Нет, я, конечно, допускаю, что профессора иногда питает некоторую слабость, к некоторым особым определенного пола, но не настолько он слаб, чтобы из-за вас обо всем забыть. Поверьте, я-то его знаю. Вы не осмелились сомневаться, вы не спасете. Ну, прости, Витя, но в данном случае я говорю только о профессоре. Нет, вы не осмелились сомневаться. Оп-па. Выview. Да, я говорю, Оль. Ром아서 мне все у нас не крыло. Смотрите все. Сюда. А теперь Bayaser. Ну что, разве я нехороша? Нельзя сказать, чтобы нехороша. Да безо всяких ум. По-моему, просто хороша и все это. Отвечительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью. И все-таки в данном случае значение имеет только тот, кто хорош для него. Мужье, вы Quelle, ты д schools, и китайцы, и сто хор, ты, смотришь, не сильно смотришь. Межка. Ну зачем же, нельзя, так в самом деле. Мы тоже разных слова знаем, мы не только про помойку. Я, в общем, не понял, вы себя много позволяете. Ругань, брань, оскорбление, особенно вот это. Пошли вон. Мы что, вам собахи? Учтите, такого терпеть не намерены. Я хочу только одного, чтобы вы все сейчас же слезли с роялью. Ну, допустим, слезем с роялью. Пусть допустим, слезайте, и все. Не думай! Постоите! В комнате всего один стул, и мы на нем шутем. Как же, Катя, так я вам его растыкину. А мы на него и не претендуем. Наша цель – рояль. И на нем мы останемся. И уверяя вас, что с этим роялем никогда ничего серьезного не случится. Мы сами в этом заинтересованы. Достаточно глубоко, гораздо глубже вас! Я же тут просто на нем Шопена играл. Шопена! Э, вы вообще знаете, кто такой Шопен, а? Ну, кто Шопен? Я хотела сказать, что по Шопене тоже выкручу. Хороший. 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 Играет башку на ансамбль. Еще не известно. Наверное, не та самая. Ой, ой, темнота! А я не просил внимания. А если по правде, то у нас здесь очень важное дело. Да, а у меня ерундовое. Простите. Это же несравнимые вещи. Ну, давай, давай, давай. Да нет. Ваше дело и наше дело. Ну, именно несравнимые. Потому что с кем можно сравнить Шопена? Эх, милая. Батенька, батенька, батенька. Да нет, батенька. Ну, ну, опять. Ага. Милая. Вы же нас еще не выслушали. Вы нас еще не выслушали. Не знаю. Ага, ага. Что вы? Плохо воспитаны. Вы не знаете, насколько это для нас важно. Мирис, Сафера. А что это нужно? Рассудите вы профессору или нету? Что это? Что это? Пора. 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 Да. Пора пробовать. Пора. Пора. Экса. Украина. Ага. Три. Четыре. Ну, наконец-то хоть один умник нашелся. Угу. Эээ. Басы. Сначала басы. И. Мирис, да-ээ. Ага. Эээ. Гениально. Ээээ. Это же настоящий вестух. О! Какая круиза! Как? А теперь правее! Еще правее, так! Эй! Где бы такого отставали, а? Он, наверное, в школе никогда не учился. А зато он гениальный практик! Да! Я считаю, что это реврюзно! Просто самому не знаю! Смоё дело он знает отлично! Это самое главное! Самое главное! Эй! 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 Да очень просто! Мы понимаем друг друга с полуслова! Вы понимаете, да? Да! Или вы перестанете прививать меня отлично! И будете курить курить навеси! Никогда! Не возникало никаких проблем! Я не с вами лоток! Я не лоток! Я не лоток! Чувак! Так! И так! Значит так! Эй! Схема ясна! Угу! Лозунг момента организация! Угу! 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 Инструмент расстроен! Угу! И основательно! Значит надо менять! Надо именно приблизительно! Знанием что именно нужно! Братник! Вы правы! Вы абсолютно правы! А для этого нужно? Для этого нужно набрать все силы! Использовать всякий шанс! Что он засмечал? По-новому! По-настоящему! А для этого нужно? А он сюда ходи! Ова! Маэстро! Давайте! Маэстро! Маэстро! Уп! И! Что за пик? Приди! А-а-а! Так он ломает! Все! Нет! Он не ломает! Он ломает! Пидал! А я говорю не ломает! А я говорю ломает что у меня глазки! Нет! Не ломает! Все, мужаки! А ну-ка быстро! Остановите свою вердону! Слышите? Он не ломает! Он откручивается! Разница-то есть, понятно? А-а-а! А-а! 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 Вы видите только настоящее! А я настоящее и будущее одновременно! Он не ломает! Он откручивает! Гляньте! Отдвинчивый! Отдвинчивый! Что же мне мотить-то? А-а! А-а! А между ломать и откручивать! Между прочим, огромная разница! А-а! Если что-то ломать, работать это уже не будет! А у нас будет! И гораздо лучше, чем раньше! Вот и вся разница! О-о-о! Вы представляете, что вы все? Потому что все зависит от того, как относится к процессу. Нужно так? Нужно так? Не-не-не-не-не-не! Нет! а здесь не знает! Какие вздоры! Здесь-то вы не правы! Профессор, это не знает! Эй! Какие вздоры! Что же Петра? Не надо! Не надо чужие слова употреблять! В чем здесь Петров? Педали здесь были в полном порядке. Что это не значит? Я говорю, что педали здесь были в полном порядке. Я же только недавно. Я бы не дамよ! Я бы не дамよ! Ну, не только Шупена, но и куча воск. Не вижу. Душа воск. Федер! Федер! Инструмент этот предназначит для изнащения ваших звуков, которые покоряются. И не должны быть в состоянии, в котором он находится. Нас не удовлетворяет. Мы должны сделать все для улучшения звуковых катеров. А это достигается. Пойдем к переставлению педали, педали, педали. Простите. Ну, зачем переставлять рояль? Ну, зачем? Во-первых, он неподъемный, даже для нас. Во-вторых, если вы думаете, что вот так он звучит лучше, я вас уверен, дело не... Я все поняла. Значит, так. Раз он не может, значит, защищать рояль. Буду я. Позвольте. Да скорее мы не должны защищать его от вас. Если по совести, то... Безнравственно подумянивать истину. Драться? Драться, куколь, рвиться. Ну, милая, не знаю. Я надеюсь, вы понимаете, что у нас все-таки шестеро мужчины. Вы не навалитесь на меня всех шестеро, как на этот рояль, чтоб я запрещала, так что ли? Ну, зачем же? Зачем же это? Мимолетная связь. Страсть. Может быть, и грязная. Ну... Я все же надеюсь, что... А может быть, и чисто. В данном случае мы не будем предъявлять подобный мир. Но для этого вам придется признать, что здравый смысл явно не на вашей стороне. Что ж, что ж, что? А вы, оказывается, хотите сказать, что во всем этом бедламе есть хоть капля здравого смысла? Капля, а целое море. Море. Даже океан. Океан. И в течение получаса я вам пытаюсь торговать. А-а-а! Как некрасиво! Здесь будет большая драчка. Это, между прочим, мы о вас заботимся. Там свежий воздух вам будет лучше. Обратите внимание, какие мы галантные! Мы оставили вас по эту сторону двери, чтобы быть, так сказать, свидетельницей всего процесса. Только чур нам больше не мешать. Вы же сумасшедший вандал! Только сумасшедшие могут сломать такой рояль! Ой, милая, вам, наверное, в жизни не повезло, и вы не видели, как по-настоящему ломают рояль! Они, бывает, из окошка выбрасывают, знаете, так, этажа с 33-го. Да, вы бы тоже выкинули только окон снял! Ой, а как рояль! Все доскакает! Как полыхает! Какое зарево, это же просто загляденье! Ну что вы, милая, это мы вам приводим пример, чтобы вы, так сказать, почувствовали разницу! Между... Это же какой-то ужас! Это же тихий ужас! Ох! Послушайте, а вы часом не тупая, а? Извини. Нет, я... Ну я не понимаю, как он, как он с вами занимается, а? Бедный профессор, наверное, по 10 раз на одну одно и то же, одно и то же! Я уже все поняла! Ой, слава богу! Вы не класс ансамбль! Вы класс банда! Вздор, ложь, клевета! Да много ты поняла! А если бы мы были бандой, мы бы тебя не на стульчиках к дверке относили, мы бы тебя здесь прямо на рояле всех шестеровок! Ха-ха-ха! Рукой за горло и коленкой на грудь! Э-э-э-э! Нет! Лучше на струнах! Скажем так, с музыка! Сюда, кричите! Оп-па-на! 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 А! У! А! А у тебя лежит и даже не знает, кому тебе ждал. Не знает, и не понимает. Да все знает, все понимает. Он нас сам отбирал. Потому что мы ему подходим по стилю работать. Нет! Потому что его стиль навки и нежный. А вот когда увидите, тогда даже смысл поймете. Да ваш смысл ломать. Ломать и больше ничего. И опять-таки это в своем роде пел. Не-не-не, она все-таки бестовалась. Она ни черта не видит дальше собственного мозга. Никакой перспективы! Никто и никогда, спрашивайте, в целом мире никто и никогда не поймет. Просто не захочет, не сумеет понять. Ну и для чего у прекрасного концертного рояля Петра надо было отломать педали. Объясняю. Взять и отломать. Но для того. Это же уникальный случай. Чтобы он потом лучше зазвучал. И мы имеем свет. А мы прикрутим педали потом! Прикрутим! Клавиатуре прикрутим! Клавиатуре прикрутим! Ответьте мне на один вопрос. Чем мы раньше нажимали педали? Кажется, поехали! Нет, я же не знаю, чего вы. Может быть, зазох, а может, чего-нибудь еще? Даже не молчите, ну что вы, молчите. Не только я, а все нормальное! Цивилизованное человечество на протяжении трех с половиной веков! Нажимало педали. Ногой! 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 Вы кретины идиоты! Между прочим, никому никогда не приходило в голову приделать педали к клавиатуре! А были, между прочим, действительно знающие люди! Лауреаты международных конкурсов! Ученики и студенты консерватории! Музыкальных училищ! И просто любители побринчать! Так вот, никогда из них никогда не приходило в голову приделать педали к клавиатуре! Потому что это не просто абсурд! Это величайший абсурд! Это дано! А теперь скажу я! В вашем монологе несколько раз прозвучало «Не могло прийти на ум!» Естественно! На ум ведь! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Триста лет подряд! Гумы Сапиенс разумное человеческое существо, которым себя, вероятно, полагает, играло на рояду! И никаких, абсолютно никаких попыток изменить! Как-то усовершенствовать! Этот замечательный, вы правы! В некотором роде уникальный инструмент никогда не предпринимался! Я не говорю о клавиатуре, что, как говорится, совершенно другая опера! А если взять конкретно рояль, то здесь никаких изменений никогда не происходило! Всем давно известно, что этот самый гомо-сапиенс существо по своей природе консервативное! И не просто консервативное, а крайне консервативное, чему что-то удивляться! Придумал, сделал инструмент 300 лет назад, играет на нём бричит, скажем так, и всем этим весьма и весьма доволен! А время, между прочим, не стоит на месте! Появляется масса разных новых изобретений! Взять, например, автомашину! Сколько там всего подобредовано! Сколько всяких приспособлений подокручивали! А какая стала скорость! Какой комфорт! Искусство тоже не стоит на месте! Появляется масса новых течений! Направлений! Но почему-то упрямо и неизвестно кем считается, что некоторые ящики должны застыть буквально на уровне каменного века! Это ненормально! Очень неверно! Чушь! Ахинея! Калиматья! Браво, пророк! Рояль был сделан хорошо! А кто с этим спорит? Рояль был сделан очень хорошо! А лучше, между прочим, враг не только хорошего, но и очень хорошего! А по этому, милая, я вас прошу, ответьте мне еще на один вопрос! Между прочим, старые, самые лучшие вещи, это старые! Не только рояли, а скрипки тоже! Да вы мне не даете даже слова сказать! Я вас прошу, ответьте мне еще на один вопрос! В чем мы сейчас обутаем? Сейчас посмотрим! И туфли! Эти? Старые туфли! Ну, пускай новые! Ну, пускай новые! У них толстая подошва! Ну, пускай даже толстая! Грязная! Есть даже и чистая! Итак, представьте себе! Нечистая кожаная подошва касается педалей! И извлекает пусть не звук! Пусть оттенок звука! Но! Ведь именно из оттенков-то и состоит! Настоящая музыка! Следовательно, если это сделать гораздо нежнее, мягше... Можете себе представить, как зазвучит рояль тогда! Потому что в вашем исполнении полуть зазвучит никогда! Почему же в моем? Вот у нас... В исполнении вашего виртуоза... У вас он звучать не будет никогда! 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 Итак, мы приступаем к самому решительному! Самому ответственному моменту наших музыкальных занятий! Матер! Матер! Я вас прошу к роялю! Матер! Вставайте, миленький! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Я думаю, будет лучше в четыре, батенька в четыре, скажем так, руки! Что у них есть? Матер! Все у меня не обстает, все это необходимо встать! Я уже сделать ничего не могу! Мама! Что?! Что? Ну сделайте что-нибудь, я не могу вонять! Мама! Мама! А по-моему, куда мне, а по-моему, а по-моему, а по-моему, а по-моему. Нет! 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 Я сейчас видел сон! Страшный сон! Просто кошмар! Плыву я будто по морю, ну, на большом таком, ну, как, ну, я не знаю, как, как вот этот корабль, ну, рояль в корабле! Да, море было сначала голубое, спокойное, потом вдруг, откуда ни возьмись, налетел ветер, и начался шторм, баллов, наверное, восемь, а может и больше, я не знаю. И тут вдруг я почему-то подумал, что, ну, что мы не выкладываем, не придем в порт назначения. Тогда я бросился на капитанский мостик, а там у штурмала стоит огромный, рыжий муравь. Да, 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 с тонкими, притонкими усиками. Тут я вдруг не знаю почему, спрашиваю у капитана, капитан, а куда мы плывем, куда курс держим? Ну, он посмотрел на меня своими лукавыми глазками, закурил трубку и отвечает. Надо быть, а там разберемся, Куба. Как разберемся? Так, увидим. А увидим? Ну, и тут он мне, а у меня, между прочим, шлюпка есть. Ах! И тут раздался страшный треск, рухнула мачта. Я понял, что это конец и... И проснулся. Так, а испугались вы чего? Да, вас бы туда. Я бы на вас посмотрел. Да, было очень страшно, просто очень. Нет, я хотел спросить, вы не испугались, что корабль утонет? Или это что вы утонете? А если корабль утонет, я-то как выплыву? Нет, а вы бы как капитан на шлюпку. Ведь шлюпок там и корабли гнуло. Шлюпки грести надо. А я не умею. А! Ну, к счастью, это был только сон. Сон, 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 сон. Да, к большому счастью. Потому что после такого ужаса все остальное... Ну, а теперь мы проснулись. И перед вами снова. Любимый класс ансамбль. Ваши преданные ученики. А мы, между прочим, время с рентерель мы занимались. А я уже понял. Понял. Мы занимались, профессор. А я слышал, сухой сон. Слышал. Только напомните, что вы играли? Я... Мы играли в Шупен. Профессор. Ага. Какого Шупена? Такого шаппена прямо. Профессора Шупенна. Цец мой. Описи 64. А-а-а! Вальса Монат. Это два. Два! 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 Ну, да-да-да. Так вы сыграйте мне его, да? Покажите, как мы учим. Надо изворачиваться. Так... Именно это мы собирались вам продемонстрировать, профессор, маэстро Краярю. Куда? И! Чай! Ну? Ну, ну, как, профессор, как ваше впечатление, а? Вы? Вы знаете, я, по-моему, неплохо. Неплохо! Только в финале, в финале я бы добавил еще пиано, чтобы стало совсем-совсем-совсем пианистом. Неплохо! 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 Да, по-моему, вещь вполне готова! Вполне! Нет! Не вполне! Нет! Профессор, вы нас захвалите, мы нос задерем, перестанем заниматься! Не вполне! Нет! А вы знаете, когда ученики хорошо играют профессорам молодею? Да-да, это давно всем известно! Вы рады, профессор! Я-то как рад! Потому что, увидев вас, я, кажется, снова ожил! И мне хочется чего-то такого! Ага! Такого! Ну-ну-ну-ну-ну! Такого! Ну-ну-ну-ну! Ну-ну-ну! Мне хочется летать! Летать. Профессор, какие проблемы? Летайте себе на здоровье, ну! Нет! Летать я не умею! Подождите, ну, подождите, ну, если не летать, то, ну, ну, по крайней мере, печь! 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 Вот это прекрасно! А профессор нам сейчас поет, они нам подыграют, просим! 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 Подождите, петь, петь я тоже не умею! Знаете, профессор, это уже... Как-то с детства голоса не было! Ну, да ладно, голоса не было! Если такое дело, мы за вас можем спеть! Правда? Правда! Ну, тогда, тогда что-нибудь, что-нибудь лирись! Да-да, лирись! Для души! Чтобы душа пела, вот это я умею! Люка Бельканта! Выдай-ка профессору, для души! Ага! Да! Вот! Будет зелёный шум, зелёный шум, весенний шум встаёт! Порядом новой зеленью, лепечет песню ловую, и белая берёзенька с зелёною красой! Согретый теплым сокночком, стоят повеселее, Согретый тёплым сокночком, стоят повеселее, Порядом новой зелёный шум встаёт! Порядом новой зеленью, лепечет песню новую, и белая берёзенька с зелёною красой! Порядом новой зеленью, лепечет песню ловую, и белая берёзенька с зелёною красой! Порядом новой зелёный шум встаёт! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тебя во мне уже нет. Ты на картине, ты портрет. Ты куда теперь? Что куда? Как ты думаешь, куда ее генут, эту котельку? Как думаешь, куда? Не знаю. В музей. В какой музей? Лув? Метополитен? Кошкинский? Не знаю. В какой-нибудь. В запасник. В запасник? Почему в запасник? Я не хочу в запасник. Нет, 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 батенька. Я туда вовсе не собираюсь. Да пойми ты, не время для тебя сейчас, не время. Кто сказал, что не время, а ты? Так это же ты считаешь, что не время. А они так не считают. Они не считают. Так что мы еще посмотрим, куда меня. В запасник. От тебя куда? Меня? Ну не знаю. От тебя ты как раз, голубчик, и в запасник. Меня в запасник? Тебя в запасник. Так, в качестве кого? В качестве стоя же. Да. Стоя же, стоя же, и текартины будешь. Значит, ни на что больше я, по-твоему, уже не гожусь. А на что ж ты еще годишься? Да, весело. Сторожем в запасник. Может, ты и прав. Ну, тогда пошли. Пошли. Куда? Туда! Туда! Стоя же. Куда? Туда? Туда! Туда! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ